Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Исаии, 44 глава. Начинается эта глава с благословения израильского народа. Первые пять стихов содержат это самое благословение. Звучит прямая речь Господа. А ныне слушай, Иаков, раб мой и Израиль, которого я избрал. В 42 главе была песня раба Господня. И вот здесь Иаков и Израиль названы рабом Господнем. Эвед — это раб, Авди — раб мой. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный, которого я избрал. К курсивом синодальный переводчик добавил слово «израиль», возлюбленный Израиль. Вот это слово, оно очень интересное, несколько раз встречается в Священном Писании. В 32 и 33 главах второзакония оно встречается и вот здесь. Это слово «ешурун». «Ешурун» точного перевода никто не знает. Возможно, вот «яшар» прямой. «Ешурун» во второзаконии в 32 и 33 главах назван Израиль-Ешуруном. Это такое вот поэтическое имя Израиля. Есть еще один текст, а именно еврейский текст Бен-Сиры и Иисуса Снассирахова, где тоже назван Израиль-Ешуруном. В 37 главе, в 25 стихе еврейского текста и книги Иисуса Снассирахова. Текст этот найден, обнаружен, переведен, исследуется. Наш замечательный современник, библеист Лука Витальевич Маневич, научный редактор Российского библейского общества, занимается углубленным исследованием еврейского текста Бен-Сиры, книги Иисуса Снассирахова. Текст сохранился не полностью. Нет первых глав, ну, как обычно, свиток, да, потеряны некоторые отрывки, вот, начало потеряно. Но потом, начиная с третьей главы, текст фактически полностью сохранился. Есть небольшие лакуны. Вот, и он этот текст исследует, и даст Бог, когда-нибудь мы увидим, изданным с его комментариями, текст, еврейский текст, книги Иисуса Снассирахова. То, чем пользуемся мы в наших библиях, среди неканонических книг, находим эту книгу, книгу Иисуса Снассирахова, Бен-Сиры она еще называется, или просто Сирах, это перевод с греческого языка. Так вот, таким образом, книга «Второзаконие», где-то встречается это название, это имя, поэтическое имя Израиля, Ешурун, 32-33 главы «Второзакония», 44 глава Исаии, вот Ешурун. Здесь синодальный переводчик переводит через «Возлюбленный». И книга Иисуса Снассирахова, еврейский текст. Дальше продолжается прямая речь Господа. «Ибо я и залью воды на жаждущие и потоки на иссохшее». Жаждущая пустыня, иссохшая степь, по которой будет идти, возвращаясь из вавилонского плена, израильский народ, возвращаясь на родину, они являются образами жаждущей и иссохшей души человека. Душа человека жаждет, она иссохла. Народ истомился, истрадался, как жаждущий, страдает от отсутствия воды. Не может пить, потому что нет воды, и от этого страдает, и может умереть. Вот так же израильский народ в долгом плену. Он истомился, истрадался, и уподобляется мучающемуся от жажды человеку. Он жаждет, он иссох. Словно сухая земля, мертвая степь. И вода божественная, она возвращает к жизни и пустыню, и степь, и людей. «И будут расти между травою, как ивы при потоках вод». С растениями сравнивается народ Божий. Вспоминается первый псалом. Дерево, посаженное у потоков вод, лист которого не вянет. Вода — божественное учение, божественное Тора. Они напаяют человека и делают его из пустыни, цветущим садом, деревом растущим в потоках. Вот зеленеющее дерево. Этот образ очень часто прилагается к праведнику в псалмах, в учительных книгах. Ну и в самом Евангелии, если говорит зеленеющим деревом, Христос такое, что что же будет с вами, говорит, со страдающим иерусалимским женщинам. Один скажет «Я Господь», другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою свою «Я Господень» и прозовется именем Израиля. Словно татуировки на руках. Вот так будет Израиль буквально выгравирует на своем существе своем Господень, принадлежащий Господу. Интересно, у Захарии есть место, что даже конская сбруя, даже на ней будет написано «Святыня Господня». А тем более народ Божий, принадлежащий Господу, является святыней Господней. И никому другому принадлежать не может. Это неистребимо. Эти надписи нельзя стереть. Так говорит Господь, царь Израиля, 6 стих, 6 стих по 8, включителем вот эти 3 стиха, 6, 7, 8, очередное провозглашение единобожия. Единый и единственный Бог, Бог Израиля. Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Циваот, это армии воинства, Господь армий. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Не было, нет и не будет Бога, кроме Бога, кроме Господа Бога Израилева. Ибо кто я? Кто как я? Звучит риторический вопрос в начале 7 стиха. Вот если кто-то претендует на то, чтобы тоже называться Богом, то пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее. Эти так называемые Боги и их служители, все эти звездочеты, служители иных богов, и творцы всяких идеологий, и концепций, они ничего не могут. Они не могут ни о древнем путем ничего рассказать, ни настоящего не понимают, не умеют его интерпретировать, происходящее событие, и уж тем более не могут знать, что с ними и со всеми нами будет в будущем, что же будет с Родиной с нами. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал. А здесь уже ободрение звучит в адрес Израиля. И вы мои свидетели, обращается вновь Господь к своему народу, а свидетелями были названы в предыдущей 43 главе «Израильтяне», и здесь они тоже свидетели. Свидетели всему тому, что Господь вершит, что Он совершает и со своим народом, и с другими народами, а также свидетели против идолопоклонников и против этих самых идолопоклоннических народов. «Если Бог кроме меня», вновь звучит вопрос, «нет другой твердыни, никакой не знаю, кроме Бога нет никого». «Нет никого, кроме Бога одного». С 9 по 20 стих, вот как бы контраст, первые стихи, первые восемь стихов, и вот эти вот стихи, 6, 7, 8, 9, где декларируется, провозглашается абсолютная власть Бога, его единственность, и нет других Богов, кроме Бога. А вот дальше, такой текст, который можно назвать сатирическим, будет показано безумие, ничтожество идолопоклонников вместе с их изготовлениями, вместе с их поделками, которые они делают, вот эти самые, делают какие-то поделки и думают, что они делают Богов. Вот эта насмешка, эта ирония, сатира даже, вот в следующих стихах, довольно пространный текст, с 9 по 20 описывается, как они все это, идолопоклонники делают и фабрикуют. И как бы говорится, Израиль, ну не занимайся тем, чем занимаются проще народы, не занимайся этой глупостью, этим безумием, не изготовляй никаких поделок, не поклоняйся изделиям собственных рук. Некоторые стихи, созвучные вот этому тексту, который мы сейчас прочтем, уже звучали в предыдущих главах, а вот теперь более подробный текст. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Звучит вопрос. Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами из людей же, пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. Эти их поделки, чудотворные все эти, истуканы, в кавычках, чудотворные, они, конечно же, никаких чудес не сотворят, и не спасут, и не защитят те, кто их изготавливает, поэтому и постигнет их стыд, срам. Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой своею, до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды, изнемогает, тяжкий труд. По-стахановски работает, изготавливая идола, ударник, труда. Плотник, там был кузнец, теперь плотник, идолов делали из разных материалов, из металлов и из дерева. Вот плотник тоже протягивает по нему линию, по какому-то видному дереву, остроконечным орудием делает на нем очертания, набрасывает контуры, так сказать, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Потом греки, конечно, всех превзошли своими статуями идеальными, статуями своих божеств, Зевса, Артемиды, Венеры и так далее. Потом, в эпоху Возрождения, европейцы, христианские вроде бы народы, итальянцы, тоже увлеклись тем, что здесь критикуются в книге Исаии. Он, этот самый плотник, 14 стих, рубит себе кедр и берет сосну и дуб, твердые, хорошие породы дерева для изготовления идолов, который выберет между деревьями в лесу, садит ясень, и дождь взращивает его. И это служит человеку топливом. Топит он в холодное время суток, свое жилище отапливает дровами. И из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И вот дальше звучит иродие. Из того же самого материала, из того же самого куска дерева, делает Бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Какое безумие, какое ничтожество. И тот, кто это делает, и вот этот кусок дерева, которому он кланяется, изделию собственных рук. Дальше продолжается развитие мысли, развивается. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыто, а также греется и говорит, эх, хорошо, я согрелся, почувствовал огонь. А из остатков от того, ну, согрелся все, не надо больше печку топить, но осталось еще полено, сделает себе буратину и будет ему кланяться. А из остатков от этого делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит, спаси меня, ибо ты Бог мой. Какая глупость, какое безумие, а ведь всем этим занимаются идолопоклонники. Не знают и не разумеют они. 18 стих. Вот те, кто так делают, фабрикуя идолов по своему образу и подобию. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели. Он, то есть Господь, закрыл у них понимание, разумение, духовная слепота. И не возьмут они от этого к своему сердцу, и нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать, ну, приди в себя, посмотрел бы ты, товарищ, на себя со стороны, как в песне пелось. Половину его, нет у них смысла и понимания, чтобы сказать, половину его я сжег в огне, и на уголях его испек хлеб, и жарил мясо, и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева, поклоняться деревяшке, которая осталась из тех поленьев, что пошли на растопку, на согрев жилища, на приготовление жаркова. Он гоняется за пылью, он идолопоклонник, обманутое сердце его ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать, не обман ли в правой руке моей? Ты прекрасный мастер, прекрасный деятель искусства, делаешь прекрасных идолов, они потом наполнят твои капища, твои храмы, и, может быть, дома ты тоже будешь перед ними повергаться и кланяться перед изделиями собственных рук, но все это, все это великий обман, сердце твое обманут, а душа твоя блуждает, и в руке твоей вот эти самые идолы, которых ты делаешь, это не что иное, как обман. 20 стих. Вот эти стихи с 9 по 20 описывают так иронично, сатирически описывают поведение идолопоклонников. Дальше читаем 21 стих. «Помни, это Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Никогда не уподобляйся, верующий человек, тем поведению вот этих идолопоклонников, не занимайся тем, чем занимаются, не изготовляй идолов, никакого изображения, того, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Это унижение, великое унижение для человека поклоняться собственным поделкам и еще считать их за богов. «Помни, это Иаков и Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Великое звание раба Господня, приближенного к Богу человека, приближенного к Богу народа, чистого, освобожденного, искупленного народа Божьего». И вот поэтому вести себя тоже надо соответствующим образом. Господь говорит, «Будьте святы, ибо я свят». Нужно вести себя, как прилично святым. У нас сказано в Новом Завете. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Облако, туман проходят быстро, и от них ничего не остается. Солнце восходит, подымается в зенит, весь туман исчезает. «Вот так же Господь». Не останется следа от грехов, от беззакония. Господь искупил тебя. Он искупитель. «Торжествуйте небеса». 23 стих. «Торжественно» звучит провозглашенная вот эта верность Господа. Господь верен и не оставит свой народ. «Торжествуйте небеса, ибо Господь соделал это. Восклицайте глубины земли, сойду ли в преисподнюю». «Шумите от радости горы, лес и все деревья в нем, ибо искупил Господь Якова и прославится в Израиле». Эти великие чудные дела, которые происходят с израильским народом, через них прославляется сам Господь. Люди, все народы смотрят на то, что совершает Господь со своим народом, и страшатся, и прославляют Господа, и сами хотят иметь ту же участь, которую имеет Израиль. «Так говорит Господь, искупивший Тебя и образовавший Тебя от утробы матерней. Я Господь, Который сотворил все, один распростер небеса и свою силу и разослал землю. Когда Господь творил вселенную, Он не нуждался в помощниках. Он, и только Он, является Творцом Вселенной и человека, неба и земли, и всего, что в них. «Который делает ничтожными знамения лжепророков». Вот здесь, в синодальном переводе, термин «лжепророк». Еще раз напомню, в Еврейской Библии ложные пророки тоже названы просто невиим, пророками. Синодальный переводчик использует слово «лжепророк», «лжепророки» — это уже какая-то интерпретация. «Господь ложными делает ничтожными знамения пророков, ложных пророков, и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов, прогоняет назад, и знания их делает глупостью». Вот здесь пророки через запятую с волшебниками. То есть, здесь говорится действительно о пророчестве ложном. Есть пророки, которые Господь не посылал, которые сами от своего сердца что-то говорят, пророчествуют, или, может быть, из корыстных соображений. И такие пророки не имеют права называться пророками, но, впрочем, они тоже их зовут все «Нави», «Нави», «Пророк», но на самом деле это ложные пророки. И поэтому они ничем не лучше волшебников и прочих разных нелегитимных таких вот псевдопосредников между Богом и человеком, вроде бы открывающих божественную волю на самом деле ввергающих человека в заблуждение. Мудрецы здесь вместе с волшебниками перечислены. Пророки, мудрецы, волшебники, в общем-то, все они ничтожные и знамения их ничтожными Господь делает. Этот Господь, который, 26 стих, утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречения своих посланников. Раб свой, может быть, здесь имеется в виду сам пророк, Судя по контексту, здесь речь идет не об эсхатологии. Раб Господень это и Израиль, и пророк, Исаия, ученик Исаии, пророк, который пишет эти слова, который осуществляет свое пророческое служение во время исхода из Вавилонского плена народа Божьего. Ну, а в эсхатологической перспективе, как мы знаем, рабом Господе называется и Мессия, помазанник Божий. И приводит в исполнение изречения своих посланников, вот здесь множественное число, вот эти посланники, видимо, тоже имеются в виду пророки, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен и городам иудиным, вы будете построены. 70 лет, несколько поколений, от разрушения, сожжения первого храма до начала восстановления второго храма прошло ровно 70 лет. По указу Кира, или кореша, точнее, звучит его имя, персидского царя, Кира II, его эдикт, 538 год, Израиль возвращается, восстанавливает, отстраивает, и все это по воле Божьей. Кир — это раб Господень, его слуга, Господь полностью им повелевает, который бездне говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Господь может и бездну иссушить, если надо, и осушит даже Тихий океан, сделает его безводным, все в его власти. Ну и, наконец, заключительный стих, в нем впервые называется вот этот инструмент в руках Божьих, его орудие, это царь Кир, кореш. Кореш, так точно звучит его имя в еврейском тексте, в русском переводе назван Киром. Кир, ну, мы о нем узнаем не только из священного писания об этом Кире, втором великом, но и из греческих источников многих. Греческие источники хвалят Кира за его благочестие, за его разум и мудрость, который говорит о Кире, о кореше, «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Господь совершает свои дела через языческого монарха. Израиль на свободе имеет возможность по эдикту Кира, кореша, отстроить храм, свое святилище. Всемогущий Бог представлен в этой главе в 44-й творцом мира и вершителем человеческой истории. Без него не совершается ничего. Вот здесь Кир был упомянут, кореш в 28-м стихе, в заключительном стихе 44-й главы, и следующая 45-я глава тоже в своем первом стихе будет содержать это имя. Кир будет упомянут и в начале следующей 45-й главы, к чтению которой мы перейдем при следующей нашей встрече. Запись сделана для библейского портала «Экзегет», и ни для какого иного портала она не сделана. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова